Но возвращаясь к национализму... Национализм всего лишь учит тебя, как... ненавидеть людей, которых ты никогда не встречал. Ни с тобой, ни с сего ты начинаешь гордиться достижениями, к которым совершенно не причастен, и хвастаешься ими. Американцы говорят, нахуй французов! Нахуй французов, если бы мы не спасли их жопы в двух мировых, они бы сейчас по-немецки разговаривали. А ты такой, а, так это были мы? Это были мы, это были я и ты, Томми, мы спасли французов. Господи! Я знаю, что вырубился немного после четвертого шота Игерь Мастера прошлой ночью, но я... но я не помню. Я знаю, что мы поехали в Автовендис, чтобы взять сэндвич в расчеты, который так заманчиво выглядел в рекламе, но потом мы его заказали и поняли, что у нас нет денег, и нам пришлось сваливать со второго окна. Эти придурки в очереди позади нас с долбящими басами, вероятно, получили наш заказ, и мы ржали над этим. Но я не помню спасение французов. Я пролистал все последние 10 звонков на мобильнике, и там нет ничего входящего или исходящего к французам в поиске рабочей силы для проекта. Я проверил свои штаны, на них нет пятен грязи на коленях от того, что мы душили фрицов в окопах под Бердоном. Я не думаю, что мы что-то делали, кроме как смотрели спортивную ржаку, пока мы ужирались. Я думаю, нам следует заткнуться нахуй. Это глупо. Вся эта фигня. Обычай, наследие. Это багаж мертвых людей. Заканчивайте его таскать. Это ты все придумал? Нет. Это мне передали. Ну так отдай назад. Каждый аргумент про иммиграцию, который можно здесь услышать, никогда не звучит... В смысле, как это влияет лично на тебя? Ну, знаешь, все эти иммигранты, они приезжают в нашу страну и обременяют наши налоги. Вот что они делают. Приезжают и пользуются нашей системой образования и нашим здравоохранением, а мне приходится платить налоги, и это все оплачивается из моих налогов. Ну а хулишь ты делаешь со мной каждый раз, когда ты заводишь ребенка? Каждый раз, когда у тебя появляется ребенок только потому, что он американец, я что-то должен разложить шезлонг и махать флагом, пока из тебя штук 15 их не вылезет, и оплатить каждого? Ой, я не могу дождаться, чтобы заплатить за них. Они американцы, у меня в прошлом фазиктомия и аборт, но я не могу дождаться, пока все эти блядские толстолобые среднезападные дети повылазивают из тебя. Ты что, католик? Ну так давай, плодись, размножайся, обожаю это, обожаю. Я устроюсь на второй работе. Нет. Оставь. Ну эти мигранты, они, блядь, не знают языка. Да не общайся с ними. Я решил твою проблему. Смотри, как быстро. А знаешь, кто в совершенстве знает язык? Твой сосед. Ты живешь там 8 с половиной лет. Ты ни разу не сказал ни одного, блядь, слова этому парню. Ты избегал встречи взглядом, когда вам случалось проверять почту в одно время. Так что, почему тебе не похер, если парень продает мелочевку из машины у парка? Это не твое блядское дело. Все эти клишированные аргументы, типа, они ленивые, вороватые преступники и все такое, все эти аргументы противоречат главному аргументу клише о том, что они забирают работу американцев. Я живу на мексиканской границе. Я живу в 7 милях от мексиканской границы. В городе Бисби, штат Аризона. Маленький город. Я могу пойти в любой день и наблюдать, как пограничный патруль арестовывает этих ребят дюжинами. По 11 за раз вылазят из доджи-омни, как из клоунской машины в пластиковых наручниках. И ты прав, они не знают языка. И у них, вероятно, нет никакого образования. У них нет обуви в половине случая. Типа такие босоногие, оборванные страдальцы, как в сериях Гиллиганс Айланд. В грязных бляских футболках, обезвоженные, бродили по пустыне 4 дня. Если этот парень настолько же квалифицирован для твоей работы, как ты, да ты ёбаный неудачник такого эпического, унизительного размера. Мне было бы стыдно, если бы кто-то узнал, что этот парень забрал мою работу. Он не говорит по-английски. У вас что, профессиональная подготовка происходит в стиле пантомима, еблан? Убирайся отсюда, хероголовый мудозвон, у этого парня больше квалификация. Ебаный мудак, надо было стараться лучше. Никто не ноет об эмигрантах, отнимающих работу, если у этого человека есть навыки хоть какого-то уровня. Чё-то нихуя не слышно от нейрохирургов, сидящих в холи-отеле в Беверли-Хиллз. Знаешь, что у меня как заноза в жопе, Барри? Скандинавские ребята приезжают и занимают все хорошие ставки нейрохирургов, норвежцев в частности. Давай раздавим бутылочку Джека Дэниелса и пойдём тормознём какого-нибудь норвежку, первого попавшегося. Выпрыгнем из Эксплорера и отпинаем его. Ёбаные эмигранты. Всё началось с этого Эйнштейна, как только у него привезли из Германии. А у нас не было работы для гениев. Это был эффект просачивания. Крадут у вас работу. Ненависть, ненависть, ненависть. Страх, страх, страх. Ненависть, ненависть, ненависть. Давайте, бойтесь. Они забирают вашу работу, а террористы собираются взорвать именно ваш Форд Фокус.